В оккупированном Симферополе президентская партия «Единая Россия» ушла под землю. Такая картина открывается при виде долгостроя на проспекте Победы в районе автобусной остановки улица Бородина в крымской столице. Это подземный переход – первый объект, который построили в городе после российской аннексии Крыма. Однако оборудовать специальные спуски лестницы для детских колясок и оборудовать его для людей с особыми потребностями перед открытием не успели. Это вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Для кого такой переход? Позорище. Для пожилых хотя бы перила закрепили по бокам. А инвалидам и мамам с колясками получается – нужно дома сидеть или перебираться поверху через дорогу. Лидеру симферопольских единороссов следовало бы приехать заранее на объект и посмотреть, стоит ли спортивными флагами выходить. Мэру города, торжественно открывшему сегодня долгожданный недоделанный переход на проспекте Победы, большой привет от мамочек с колясками и инвалидов. Глава оккупационной администрации Симферополя обещает, что необходимые атрибуты в переходе появятся уже в ближайшее время. Где поручни, где специальные съезды для колясок, скажу, что это все в пути, две недели подрядчик получает, устанавливает. Но еще тут будет предусмотрен подъемник для инвалидных колясок. Этого вообще у нас в городе не было. А вот торговые объекты в новом подземном переходе появятся только с разрешения горожан, уверяют оккупационные власти Симферополя. Только с согласия жителей микрорайона, если, допустим, необходимы будут какие-то небольшие торговые точки для их удобства, допустим, для товаров первой необходимости, может быть и будет, потому что ширина позволяет, но все это будет выноситься на общественное услышание. Строительство этого подземного перехода длилось более двух лет. Работы здесь начались еще при украинской каденции Крыма, а завершали их уже в оккупации. Стоимость объекта составила порядка 8 миллионов российских рублей.